Тот факт, что права потребителей находятся под надежной защитой, весь мир отмечает 15 марта. В 2018 году День защиты прав потребителей проходит под девизом «Делаем цифровые рынки справедливыми и честными». Уже второй год подряд внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые. Но и помимо трансформации цифровые рынки преследуют множество проблем, и одна из них – это мошенничество. Как не остаться с носом, покупая в интернете, и как вычислить недобросовестного продавца. К примеру, наш респондент Сергей Гуляев не получил свой заказ с одного небезызвестного интернет-магазина, и вряд ли его уже получит. Но может есть какая-то вероятность вернуть деньги, ну или привлечь продавца к ответственности. Здравствуйте, меня зовут Гуляев Сергей, и я хотел бы обратиться к вам со своим вопросом. Недавно на Алиэкспресс я хотел заказать кроссовки, и условием продавца была полная предоплата. Я платил деньги и стал ждать положенного срока – две недели. Но телефонный номер контактный перестал отвечать, и я понял, что это мошенничество. Из реквизитов продавца у меня осталась только банковская карта. Можно ли как-нибудь мне вернуть свои деньги? За ответами мы отправились в Роспотребнадзор, где на наши вопросы ответил начальник отдела защиты прав потребителей и юридического обеспечения Роспотребнадзора Карачаева-Черкесии Ауладин Хизирович Аргунов. Есть общее положение законодательства Российской Федерации, которое предусматривает защиту прав потребителей во всех сферах нашей жизнедеятельности. Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В прошлом году и в этом году Всемирный день защиты прав потребителей посвящен цифровым технологиям. Девиз звучит так – «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». Здесь справедливость и честность во многом зависят от всех участников данного процесса. Процесса до заключения договора купли-продажи или договора оказания каких-либо услуг. Но законодательство прописывает презумпцию добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но, к сожалению, в связи со сложностями в экономике, у нас данная презумпция не всегда срабатывает. Поэтому страдает у нас потребитель как самый уязвимый участник данного действия, данного процесса. Но основные моменты, которые связаны с цифровыми технологиями, это дистанционное приобретение товаров. Сейчас у нас, я не знаю, какими там темпами, очень ускоренными темпами называется интернет. И многие у нас стараются не ходить в магазины, не ходить в крупные торговые сети. Они сидят дома по интернету, увидев какой-либо товар, заказывают и приобретают данный товар. Но, значит, увидев товар, необходимо сначала задуматься. А нужен ли мне этот товар? Да. Сначала надо все взвесить. Но это уже огромный человеческий факт. Человеческий факт. Кроме этого, значит, если на сайте рекламируется или предлагается какой-либо товар или какая-либо услуга, значит, этот товар или услуга должны подкрепляться соответствующей информацией. Это, во-первых, информация о товаре и услуге. Это информация о безопасности, качестве и происхождении данного товара или услуги. Значит, все сведения о продавце, начиная, значит, о его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица, что дает ему право на осуществление данного вида деятельности, кончая всеми документами, подтверждающими безопасность данного товара или услуги. Значит... Такое-то, как бы, редкость большинство заказывает как-то участников, которые сами что-то где-то... Это большая ошибка, значит, потому что товар или услугу нужно заказывать уже проверенных, испытанных, предоставляющих соответствующую информацию о себе, о товаре или услуге, информацию, которые, значит, зарегистрированы в установленном порядке, которые имеют на данном рынке определенный имидж и определенный опыт. И основной вопрос, который касается заказов товаров и услуг по интернету, это оплата товара. Значит, оплата товара должна производиться при получении товара. Да. Если предоставляются в договоре другие, прописываются другие условия, то об этом надо сразу задуматься. Потому что, отправляя деньги предоплатой, мы сами подставляем себя, значит, риску его невозврата. Потому что, если мы оплачиваем предоплату, то не всегда мы получаем документ, подтверждающий его получение продавцом. Поэтому мы отправляем неизвестно куда, например, на дебетовую карту Сбербанка, которая указана на данном сайте. Куда эти деньги ушли, мы отследить не можем. И на руках не имеем определенный документ, который подтверждает, что мы оплатили эту сумму, за какую услугу, за какой товар. И это приводит к тому, что при возникновении спорных вопросов, трудно будет защищать право потребителя, не только в государственном органе, но и в суде. Поэтому при заключении договора купли-продажи через интернет нужно обращать особенное внимание на наличие всей информации о продавце, о товаре и об условиях договора. Особенно по предварительной оплате товара. Что еще по данному вопросу? Ну, здесь все зависит от внимательности потребителей. Нужно просто проявлять элементарную аккуратность и внимательность при выборе товаров и его заказе. Ну, смотрите, мы с вами сейчас говорили, это больше о таких официальных больших сайтах, магазинах, где есть какие-то документы и прочее. А вот что делать с частниками? Например, я хочу купить что-то на Авито. Как мне, вот, нормально, скажем, оформить эту покупку? Ну, в данном случае продавец вам предлагает образец товара. Вы его выбираете, получается, визуально. Никаких характеристик и информации о данном товаре на таких сайтах не предоставляется. Поэтому потребитель, заказывая на таких сайтах, товар несет... Уже подвергает? Да. Подвергает себя риску и, естественно, он не может потом защитить свои права в установленном законном порядке. Возникают определенные сложности. Ну, допустим, такая ситуация, что человека уже обманули, вот он попытался купить участника, его там, скажем, он внес предоплату или полную предоплату, его обманули и не вернули товар. Каким образом он может обратиться в суд или еще что-то? Значит, для обращения в суд с исковым заявлением, во-первых, нужно иметь определенную информацию о продавце. Отсутствие информации о продавце не позволяет обратиться в суд с иском, потому что в исковом заявлении обязательно нужно указывать все данные о продавце. Естественно, адрес, наименование, все условия договора, по которым, значит, должен был быть поставлен товар. Для примера вам скажу, вот у нас сейчас в Зеленчукском районном суде рассматривается исковое заявление потребителя, который заказал через, даже не сайт какой-то, через электронную почту в каком-то ООО, телевизор. Естественно, он отправляет заказ, ему присылают квитанцию, он оплачивает около 8 тысяч рублей сумму стоимости и отправляет его на какой-то счет карты Сбербанка. Никакой информации он не владеет. Естественно, сроки, которые были там установлены, проходят, телевизор он не получает, и он начинает звонить по тем телефонам, которые, там были только телефоны указаны, по тем телефонам, которые там указаны. Естественно, телефоны молчат, никто на них не отвечает, и он обращается к нам за счет своих интересов, обращается вот в суд, сейчас в суде рассматривается, через какие-то эти, нашли адрес в Москве этого ООО, и просто это трата времени, это ни день, ни два, ни месяц, ни два месяца этот судебный процесс будет идти, потому что пока уточнят, пока все эти запросы суда, пока наши, значит, письма дойдут вернуться, мы получим определенную информацию, суд соберет достаточно доказательств того, что там был заключен этот договор, что он оплатил этот товар и так далее, это лишняя трата времени, денег и нервов. Поэтому рекомендации такие, что нужно заказывать на проверенных сайтах с необходимой информацией и документацией. И вот через интернет сейчас многие покупают билеты. Чего делать не стоит? Чего, ну, делать стоит, но их надо покупать на официальном сайте FIFA. Есть официальный сайт FIFA, который реализует, через который реализуются эти билеты. Приобретение билетов через остальные интернет-ресурсы и через остальных продавцов может быть последствия, что вы купили поддельный билет, вы купили по завышенной цене или вы купили билет на то место, которое уже занято, уже на которое продан официальный билет. Поэтому это большой риск покупать эти билеты у неофициальных продавцов. И вот до 18 апреля данные билеты реализуются только через официальный сайт FIFA, а с 18 апреля там будет реализация уже через кассы, которые тоже определены, официальные кассы продажи билетов на чемпионат мира. Поэтому, чтобы измежать потом проблем с непопаданием на стадионы, с дублированием билетов на одни и те же места, лучше покупать на официальном сайте и через кассы, которые распространяют эти билеты. Спасибо вам огромное, за актуальная и полезная информация. Я надеюсь, что зрители узнают из нашей беседы очень много нового для себя. Спасибо вам за предоставленную возможность еще раз пообщаться с нашими потребителями. Желаем им в День защиты, чтобы мы поменьше контактировали по вопросам нарушения их прав, но побольше их учили правовой рамотности, чтобы они сами могли, придя к продавцам, определиться в соответствии с законом и сделать правильный выбор.